Дашу, ребят, всем привет! Пишите, кто из какого города. Матвоха, привет! Всем привет! Даша, привет! Даша, сейчас я тебя представлю. Друзья, знакомьтесь, это Даша Дементьева, моя подруга, которая жила, училась и тренировалась в Канаде 6 лет. И сегодня, Даша, мы тебя завалим миллионами вопросов. Надеюсь, что у нас все время ответить. Кстати, всем спасибо, кто дал обратную связь, написал вопросы по публикации с анонсом. И, кстати, можете в прямом эфире тоже писать вопросы. Всем привет, кто присоединяется. Подними свою камеру, мне пишут нам. Нас нельзя уже поднять. А, сейчас нам поднимет. Поднимет. Как тебе дела, Маш? У меня сейчас, у тебя как. Кстати, самый активный участник сегодняшнего промоэфира получит сюрприз. Об этом вы все узнаете в конце промоэфира. Собственно, в конце промоэфира мы выберем активного участника. Всем привет, кто присоединяется. Давайте обратную связь и пишите с такого города. Всем привет. Ну что, Даша, можем начинать. Я сначала задам вопросы я, и потом уже узнаем, кто... Ну, почитаем вопросы подписчиков и ответим на них. Ну, у меня всего 24 вопроса. Много. Да, ну что, поехали. Вот. Помнишь ли ты свои первые впечатления, когда ты приехала в Канаду вообще в самом начале? Да, помню. Мне было 8 лет, и первое, то, что мне запомнилось, это какой был маленький город, потому что с рождения я жила в Москве, а там по сравнению с Москвой была, можно сказать, деревня. Капец. Не, ну, я знаю, что города в Канаде, это, в принципе, не очень большие. В принципе, вон там. В общем, да. Вот. Прикольно. А вот прям какие прям ощущения были? Вот что ты чувствовала, когда ты только приехала? Не знаю, как-то такое чувство было одновременно и свободой, и как замкнутой, ну, такое чувство было вот через несколько месяцев, потому что нечего делать в этом городе. Но, хоть и зато есть школа. Ясненько. Мы ответили на первый вопрос. Сейчас всем привет, кто присоединяется. Всем привет. Да. Пишите, давайте обратную связь, как слышно, видно. А как проходило твое первое знакомство с английским языком? Ты приехала уже с каким-либо знанием или нет? Нет, я английский совсем не знала, и первые два месяца я вообще ничего не говорила. Мне было очень крайне сложно, но постепенно я освоилась и заговорила. Круто. Нет, вот я думаю, если я приехала бы вот в твоем... Нет, вот именно сейчас в возрасте, мне кажется, я бы чувствовала себя точно так же, вот как ты тогда себя чувствовала, потому что у меня тоже, конечно, запись в первом эфире. Конечно, будет у нас все сохраниться, а потом сможете посмотреть, кто не успеет. Привет, слышно, видно, отлично. В Москве идет ливень. Как погода? Я не могу пролистать наверх. А, вот, ну, в общем, сейчас. Меня просто немножко лугает. А, я хочу почитать, что мне там написали. Вот. Как погода в Канаде, спрашиваю? О, погода в Канаде очень странная, я так объясню. Один день может быть вообще жутко жарко, в шортах все выходят на улицу, а другой день снег и холодно. Ну, чем-то похоже на Москву, но так погода хорошая. Зимой холодно, а летом очень жарко. Ну, на Москву реально похоже. У нас тут снег, кто не знает. Особенно во время кармавируса. Даша, какой у тебя рост? Всем очень интересный вопрос. Метр семьдесят пять. Вот. Даша, ребят, кто не знает, Даша уже в России. Она в начале карантина, да, ты принесла? В Москву? Да. Из-за коронавируса мы знали, что границы закрывают, что потом шансов не будет. Поэтому обратно в Москву полетели. Как тебя вообще приняли в канадской школе? И много ли было студентов из других стран? Там были русские студенты, ученики? Или ты была там одна? Вот на данный момент у нас очень большое количество учеников и хоккеистов из разных стран. У нас, вот в старшей школе, у нас есть и мальчики, и ученики из Новозеландии, есть из Австрии, есть из Австралии, есть из Франции, очень много разных. Есть из Германии, из России, также есть. Поэтому разнообразность большая. Капец. Вот как тебя приняли в школу, когда ты первый раз пришла? Ну, приняли меня, как сказать, для них это было некий необычный человек, потому что тогда не было слишком много из других стран студентов. Ну, вот наша семья, мой старший брат, я, мой младший брат, мы были одни из первых русских, поэтому для них это было немного необычно. Но я быстро освоилась. Круто. А какая у вас была форма одежды в школе вообще? Форма одежды? Форма у нас была спортивная. Мы ходили в кроссовках, в спортивных каких-то штанах, и, ну, мы должны были ходить в чёрном во всём. И у нас просто были футболки или толстовки с названием школы. Круто. Мне бы так... Сколько человек в классе училась? Ещё раз, пожалуйста, три вопроса, я не слышу. Сколько у вас человек в классе училась? Поскольку это была частная школа, в классе у нас училось немного человек. В начале, когда я туда пришла, то училось три человека, а теперь у нас двенадцать. Вот. Да, да. Но это был третий класс, поэтому как бы было понятно. Там в основном было больше хоккеистов уже, которые постарше были. Не, ну, три человека — это очень мало. Да. А как ты вообще справилась с языковым барьером, как только вообще ты приехала, а как только в школу ходила первые дни, как тебе было? Ну, я помню то, что вот первый, может, месяц в школе был такой большой стресс для меня. А чем больше я в школу ходила, тем больше я, вот там повторяли слова, тем больше я, не знаю, была знакома с этим, как ознакомлялась с разными другими словами. И как-то вот, может, через шесть месяцев я более-менее комфортно себя чувствовала. Но мне ещё тогда было восемь лет, поэтому как бы если ребёнок старше, то ему, наверное, будет легче осваиваться в другой стране. Друзья, всем привет! Давайте обратно не спешите, из какого вы города. И на все вопросы ваши мы постараемся ответить в конце прямого эфира. И, возможно, у нас будет два прямых эфира, потому что я не думаю, что мы успеем на всё ответить за один прямой эфир. Вот. Я читаю все комментарии, ребят. Через какое... Так, ты ответил на этот вопрос. Через шесть месяцев ты уже комфортно себя чувствовала? Именно прям комфортно или когда? Ну, более-менее комфортно я себя чувствовала через шесть месяцев. Я всё понимала. Я полностью не могла выразить свои мысли, но вот через год я уже идеально всё понимала. Я помню, четвёртый класс был. Я уже вообще, можно сказать, полностью основные все слова понимала. Я уже могла что-то сама сказать, уже могла объясниться, что мне надо, что с чем мне нужна помощь. Вот так вот. Спрашивают, сколько в хоккее? В хоккее я, вот как мы переехали в Канаду, я шла в хоккей, и вот шесть лет уже играю в хоккей. А за какую команду будешь в России играть? Даже пока не знаю, мне кажется. Да. Я ещё не знаю по поводу этого. Какие советы ты можешь дать детям, которые только начинают изучать английский язык? В начале самое-самое первое — это выучить строение предложений и как правильно использовать глаголы. А потом уже просто нужно набирать словарного запаса, какие-то новые слова, там учить смотреть фильмы на английском. Это очень важно, потому что это как живая английская речь. Смотреть сериалы. Можете смотреть фильмы, которые вы уже смотрели, где вы знаете смысл этого фильма. Читать книги на английском. В общем, очень много разных вещей есть, которые можно сделать, чтобы выучить английский. Но самое главное, если вот только начинаешь, то тогда нужно учить строение предложений и распространение глаголов. Даша Большукова спрашивает, какой сюрприз будет у нас? Ну, мы не будем рассказывать это сейчас. Да, ну, это весь смысл, чтобы вы смотрели. Да, смотрите до конца, и вы всё узнаете. Там ещё какой-то вопрос был, я просто не увидела. «Вернёшься в Канаду?» спрашивает Логинов Александр. Ещё раз повтори вопрос. «Вернёшься в Канаду?» пишут, спрашивают вопрос. «По поводу твоей я не знаю, вернусь ли я туда или нет. Я бы очень-очень хотелось выучиться в университете за границей. И, возможно, это будет и Канада, я как бы ещё не знаю». В будущем там всё узнаем. Кстати, ребят, сейчас я занимаюсь вместе с Дашей английским языком. Да. Репетитор Дарья Алексеевна, да. Сколько мы уже занимаемся? Мы уже пятую неделю занимаемся. Да. У Маши очень большой прогресс, она большая молодец. Я вижу, как она старается вообще. Класс. Расскажи вообще о хоккейной академии, в которой ты играла. Про учёбу или, в общем, про хоккей? Ну, и про то вообще, как тебе хоккейная академия была? Ну, мне там очень нравилось. Там все очень хорошие хоккеисты. В основном там были мальчики. У нас девочек в академии было только четыре. Две старшей школы, две младшие. Вот я и ещё одна моя подруга, но она в хоккей не играла. Она вот со мной в классе училась. А в общем, хоккейная академия, про тренировки, если интересно, то у нас, я, потому что не играла за команду в академии, у меня были тренировки пять раз в неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, утром, перед школой. Эти тренировки были полтора часа. Тренировал у нас очень хороший тренер, его зовут Роб Сервис. Он тренировал и в Свеции, он тренировал, и у Ахэлова тренировал команды. Очень хороший тренер. Я ему очень благодарна. И потом ещё мальчиков, которые играли за эту команду, у них после школы ещё было ОФП. А по выходным, вот, те, кто играли за команду школы, то у них ещё были игры и турниры. Они на каждый выходной выезжали в другой город. Круто. Спрашиваю, да, вы на канадском говорите. Можно я? Ну, с коренными индейцами там немного их было, поэтому на канадском я не говорю, на английском... На английском я говорю. Губами передает Алексею Алексеевичу привет. Задает максимально видай губы, наверное, просто сделала себе губы. Что? Ещё раз... Ты губы не сделала, тебе задали. Нет, губы — это у меня натуральные, без пластической каких-то операций. Ну, спасибо за комплимент. Школа находится в каком городе, спрашивает? Генерал... Школа находится... Давайте, обещай. Школа находится в городе Винсер. Это находится на самом юге Онтарио. Это самая южная точка Канады. Далеко не? А, A21 Academy, 21-я Академия. Я ничего не поняла, немножко... Вопрос. Какую команду NHL ты болеешь? Вот это вопрос. Ну, мне кажется, то, что... Как я начала смотреть NHL, у меня были много фаз, мне нравится много команд, потому что каждый год меняются команды, но на данный момент я болею за Сент-Луис и за Вашингтон. Я за Вашингтон и за Торонто. Мэри Болис. Матроха спрашивает, какого ты года? Ну, угадайте. Вопрос на досыпку. Нет, я такого же года, как Маша. Я всего старше её на два месяца. Вот так вот, шестого года. Так, Логинов Александр спрашивает, в каком городе ты жила в Канаде? С какого года? Да, в каком городе. Там, ты уже говорила? А, в каком городе. Виндзор называется город. Виндзор-Онтарио. Ну, Виндзор-Онтарио. Даша Большакова спрашивает, что самое трудное было, когда ты в Канаде пыла? Я просто совсем поняла, но она просто написала, что было самое трудное, и выкусить не знаю. Ну, самое трудное, скорее всего, было как-то, не знаю даже. В основном всё было легко, но лично мне нравится больше такая суета, поэтому мне там было немного скучно. А, в общем, если именно учить язык, то мне самое трудное было выучить, скорее всего, именно там в прошлом, как говорится слово, в будущем. Мне вот это было очень сложно говорить. Ну, мне вот сейчас тоже сложно, вот по этим временам я тоже очень радуюсь. А ещё даже Большакова спрашивает, а мне лучше в Канаде или в Москве? Я много сил. Ну, не знаю, в некотором генерации город поменьше, там, где меньше этой всей суеты, там, где нету вот этого, что ли, хаоса даже его назвать. А мне нравится Москва очень. Мне, я очень хотела в Москве пожить. Всегда. Ну, много впечатлений было, много хороших было впечатлений. Это, конечно, просто с самого начала, как я играла в хоккей, это была моя мечта, попасть в сборную, представлять страну свою, в которой ты родилась. Это большая честь. И это, конечно, было безумно просто. Даже не знаю, как это объяснить, рассказать. Безумно круто было. Вопрос от меня. Как изучение английского языка может помочь в дальнейшем спортивной карьере? В общем, английский — это очень, во-первых, интересный язык, во-вторых, этот язык используется абсолютно везде. Он и в жизни поможет. В любую, мне кажется, лично мне кажется, то, что в любую страну, в которую ты поедешь, ну, понадобится английский, потому что английский — это такой язык, на котором очень многие люди говорят. И, в общем, это очень интересный язык, поэтому советую выучить. А в дальнейшем, в общем, мне кажется, почти в любой профессии там понадобится практически. Самое любимое место в Канаде и в Москве, спрашивают, Логина Александровна. Ой, в Канаде, скорее всего, самое-самое любимое место, как город или в общем место? В общем место любимое. Ну, если город, то я была в Атавии. Там безумно красиво, там очень много архитектуры интересной. В общем, безумно красивый город. А в Москве, ну, если так просто место, то в Канаде, интересно, есть такие кафе мороженое. Там идет очень много мороженого, и я с друзьями все время туда ходила. А в Москве, если, то мне нравится просто гулять по Москве очень. Согласна. Вот. У меня такие... Была мечта, вот, когда я вот буквально позже в году в Атавию побывать, вообще в Канаде хочу побывать очень сильно. Да. Всем привет, кто присоединяется. Пишите обратную связь. Из какого города? Вот. Чусель спрашивает, у вас не так читается? Английский, канадский, английский в США это разные языки? Нет такого языка, как канадского. Есть какие-то, на которых говорили вот коренные канадцы, ну, очень редко найти людей, которые на самом деле на них горят. Лично я не встречала никогда. Канадский, американский и английский, они почти не отличаются. Просто есть те три слова, которые немножко по-другому пишутся. Там разница всего лишь одна буква. Но я очень могу. У меня еще есть. У меня много вопросов. Вот еще один из вопросов, который мне интересно узнать ответ. Какой подход к учителям к ученикам в Канаде? Подход учителей очень дружелюбный. И мне это безумно нравится по поводу канадских школ. там учителя пытаются построить как даже дружить с учеником. Так им намного легче понимать ученика. И вот со всеми учителями, которые у меня были, у меня, я очень хорошо дружу, у меня были очень хорошие учительницы по английскому, с которой я очень хорошо дружила. у меня есть учитель по науке, там, по химии, по физике, по математике, с которыми я очень хорошо дружила. И мне кажется, что это очень хорошо, потому что иногда у детей воспринимательных как таких, не знаю, вот просто у них есть такое, что они какие-то взрослые, ну, не взрослые, но как грозные такие люди, которые им все время говорят, что делать. А дети, они в основном, вот когда им что-то друзья говорят, то они их слушают. И когда ученик дружит с учительом, учитель говорит, слушай, вот у тебя вот здесь вот что-то неправильно, ты просто там в следующий раз по-другому как-то делаешь, то ученику будет хотеть, ну, как хотеть, у него будет желание послушать учителя, потому что он будет знать, то что учитель только хочет, как мы сказали, лучше даже сделать. Матвей спрашивает, какой еще у тебя любимый вид спорта, помимо хоккея? Я очень люблю волейбол. Каждый раз, когда на школе была волейбольная команда, то я всегда там ходила на отбор, и я очень люблю волейбол. Привет, девочки, бабушка, привет! Всем привет, привет! Хоккея, спрашиваю, на первой тренировке в Канаде ты понимала, что тренер говорит? Ну, мне кажется, что для хоккея в основном немного нужно понимать. Там есть какие-то термины, но в основном все их уже знают. Все знают, что такое пак, все знают, что такое мэ. все знают такие термины. Ну, я помню то, что перед тренировками просто мне папа что-то сказал, у меня память хорошая, я все запомнила, и мне было легко именно тренироваться. Какие предметы в Даши были в школе? Спрашивает. Сейчас скажу, кто спросил. Логинов, Александр опять. Предметы у нас... Вот я, у меня последний год младшей школы. Восьмой класс. Я выпускаюсь в этом году. Конечно, пропустила выпускной, но в младшей школе у нас предметы есть история, у нас есть как общество знания, но общество знания у нас смешано с географией, у нас есть математика, у нас есть грамматика, у нас есть музыка и изо у нас вместе, получается, каждый месяц как чередуется. И у нас есть наука. Наука у нас тоже каждый месяц разная, у нас один месяц был от физика, один месяц химия, один месяц биология. Вот так вот. Круто. Нет, ну, я не думала, что музыку и изо можно совмещать с серьезной технологией изо. Ну, у нас полгода музыка, полгода изо. И еще в июне у нас идиодрама. Круто. А как вообще проходил учебный день? Ну, допустим, расписание дня какое было? Ну, вот у меня личное расписание, я просыпалась где-то в... во сколько я просыпалась? Я просыпалась в 7 утра к 7.30 я должна быть уже на стадионе, потому что у нас школа в стадионе была прямо у нас. На втором этаже там была школа. Я проспалась, потом я шла на тренировку. Она шла до 9.30. с 9.30 до 10.00 у нас мы должны были переодеться, завтракать, пойти наверх. Потом у нас уроки рассказывать, какие у нас в основном были. Давай. Ну, например, каждый месяц у нас был какой-то проект. Проекты были безумно интересные. Это каждый день была у нас самая любимая часть дня, учебного дня. и, например, вот лично, если вы хотите узнать какие проекты, иногда есть то, что вам говорят вот 10 тысяч долларов, и вы виртуально, конечно, давайте 10 тысяч, и вы должны их распределить, например, спланировать полностью поездку в Европу. Эти проекты, они как нам немного помогали реально узнать вещи, которые нужны будут в жизни. Потом, например, были проекты, когда мы выбирали профессию, которую мы хотим нам там высвечивала зарплата какая, и мы на целый месяц мы должны полностью разделить эту зарплату, чтобы нам на все хватило, мы искали, в каком городе мы будем работать, арендовать там, не знаю, дом или квартиру, сколько мы будем тратить на бензин, вот все распланировали. А вот самое-самое мое любимое, то, что было, это суд. Нам давали дело, вот такую вот стопку бумаг, мы должны были полностью все выучить, полностью все запомнить. Ну вот у нас было дело, мы должны были, одна, наш класс делили на две команды, одна защищала, другая взняла. А, ой, вернемся к теме. Потом у нас обычно была математика и грамматика, и во второй половине дня у нас была история, там, наука, ну вот так вот. А после школы я возвращалась домой, потом ехала на тренировку, потом у меня была тренировка со своей командой, потом УФП, и после УФП я возвращалась домой, и где-то уже было, не знаю, часов 9-10, и я еще делала уроки с русской школы. Капец. Забейте полностью день, был у тебя, я понимаю. Сохраните, ребят, я сохраню эфир, не переживайте, у нас, возможно, будет вообще два эфира, потому что я не думаю, что в один из первых месяцев все вопросы, на которые мы хотим узнать ответ. Саня Смарт спрашивает, Даша, спорт это твое будущее или способ для достижения других целей учебы в университете, например? Можешь еще раз вопрос повторить, что ты не... Даша, спорт это твое будущее или способ для достижения других целей, учебы в университете и так далее? Спорт, ну, хоккей, это безумно интересный спорт, но, по моему мнению, у девушек очень, как сказать, маленький шанс полностью построить из этого жизненную карьеру. И, вот, например, не знаю, вот, некоторым девочкам прямо этот спорт безумно нравится, они хотят заняться, там, занять всю свою жизнь этим, и это прекрасно, я вас полностью поддерживаю, но я с самого детства хотела стать доктором, я очень хочу стать психологом или хирургом, и поэтому в общем, доктором стать, помогать людям тоже, так же, как и любая профессия помогает. И я хочу использовать хоккей, чтобы выучиться в университете в хорошем. так вот. Круто, я задумалась. Вот, Маша с другом познакомилась, в лесбиях играли, я могу сказать, как мы познакомились, в общем, всё благодаря Инстаграму. Да. Я вспоминаю, что многим людьми с Инстаграмом познакомилась, с Дашей мы познакомились, я не помню уже, честно, вот, как мы с тобой познакомились, но помню, что мы списались в Инстаграме для нашей родины. Нет, нет, я, можно я просто скажу быстро, как он познакомился, ты заболела, и моя мама через мой Инстаграм написала рецепт натуральный, как варить там корку от граната, и вот так вот мы начали переписываться. Да, я вспомнила. Вот, и потом, Даша, впервые мы увиделись на моём день рождения три года назад, в 2017 году, они как раз были в Москве, и мы решили пригласить их на день рождения, её маму вместе с нашей, ну и мы тогда первый раз встретились, вот. И на следующий день мы вместе поехали на сборы, и это нас ещё ближе свело, и мы очень потом хорошо дружили. Да. как-то оказалось, сборно спрашивают кузнецов? Я не знаю, по стремям. Мы сохранили труд и усердие. Это было безумно долго, как очень долго я к этому стремилась, и очень трудилась долго. Игорь, ты ходила на НХЛ в Канаде? Ходила на... Да, ходила. Я ходила на игру Дотройта. Ну, я ходила на НХЛ, я ходила только, когда был, вот, маленькая была, когда мне папа с собой брал. Я ходила на игру в Дотройте, и я ходила на игру в Монреале. Ир. В Торонто должна была пойти на игру, но не получилось. Круто. Маша, ты знаешь, Саша Норина была на её день рождения. Я её знаю, но я с ней так не общаюсь. А как, в принципе, обучение проходит в школе в Канадской? Ну, обучение у нас одна учительница на три класса. Шестой, седьмой, восьмой класс. Я знаю, что это кажется безумно. Но эта учительница, она нас учит только историю географии, и она нас учит математике и английскому. И у нас по очереди уроки. У нас урок идёт полчаса. Я знаю, кажется, как это. Полчаса урок идёт, но она просто пишет нам конспект на доске. И мы у нас большой класс, мы все сидим. Мы подходим к этой доске. Мы переписываем конспект, и мы переписываем за сколько там было, за минут 15. И она нам ещё сидит 10 минут, объясняет всё, она может видео включить, она может какую-то игру придумать с этой темой. И вот ещё у нас 5 минут есть, мы делаем просто практику, какие-то вопросы, чтобы она уточнила, что мы всё понимаем. всем привет, кто ещё присоединился. Ещё очень интересует вопрос, какие были наказания в канадских школах? Ой, у нас была такая книжка, называлась «Белая книга». Там у нас у каждого ученика у нас был такой листочек с нашим именем, и когда мы что-то не так делали, то нас вписывали. Там были такие колонки. Первый раз, если что-то, например, не послушались ученицы, первый раз мы ничего не должны делать, второй раз мы должны читать пол листка, почему мы это сделали, то, что извиняться, мы больше так не делаем. Если второй раз, то нужно целый с одной и с другой стороны написать, то, что ты извиняешься, то, что ты так больше не будешь делать. А больше я не доходила, больше я не знаю, но самое-самое максимальное это когда твоих родителей в школу вызывают. Это, по-моему, на шестой раз. Получается, я рассказала три раза, вот еще два, и вот на шестой раз вызывают родителей в школу. Капец. Хоккей Шутер Раша спрашивает, слышала ли ты в Канаде про бренд шутер и удалось ли поиграть с этой клюшкой вообще в жизни? Нет. К сожалению, мне еще не предоставалось шанс поиграть с этой клюшкой. Ну да, вот так вот. А Хоккей спрашивает, почему номер три в сборной «Симзи»? Ну, вообще игра под номером семь или семьдесят семь. История долгая, как бы, наверное, не буду рассказывать, но почему я выбрала номер три, потому что у меня папа играл под номером три. И когда мы вот там в развивалке я помню выбирали номера, и я что-то не успела. Номер семь выбрала очень хорошая хоккеистка Кристи Шашкина. Она очень хорошо играет. Я до сих пор просто смотрю, беру с нее пример. И я помню, что я думаю, ну, никто не взял номер три, а папа, он играл под этим номером, и я как бы решила его взять, можно сказать, его обрадовать. Да. А Наталья вон человек спрашивает, я не знаю, правильно я прочитала, нет, кто из семьи играл в хоккей у тебя? Кто из семьи играл в хоккей? У меня играл папа в хоккей, он был батарем, у меня играл старший брат в хоккей, но он уже закончил, он был нападающим, и вот младший брат играет, защитник. А, это Даша Бешакова, я извиняюсь, я забыла, что это Даша Сайкова, ну, с аккаунтом разумеется, Иван. Я сейчас хотела спросить, а с какой клюшкой ты играешь, Маш? Шутер, лимититишн, белая клюшка у меня. А флексы, это загибка, это загибка. Загиб клюшки, честно, я не знаю, вот, я в это просто не разбираюсь, а флекс у меня 60, но она очень мягкая, мне даже не верят, что 60 флекс. Особенно, когда только клюшку берешь в руки первый раз, то есть боишься с ней все сделать, даже паса дать, она очень сильно погибается, а потом ты просто не обращаешь внимания, и все нормально. Да, я на данный момент играла с клюшкой ССМ, триггер 4 про, и я играю с флексом 95, я знаю, что это немного большое для моего веса, но и с огибом P29. Круто. А как в Канаде вообще решают конфликты? Какие-либо? Ну, вот решают конфликты, у нас есть такая женщина, она заместитель директора, и если есть какой-то конфликт, то в основном как бы учительница, она на это не обращает внимания, она говорит, вот там два человека, между которыми был конфликт, она говорит, вот идите к ней, будете с ней разговаривать. Она, можно сказать, даже как психолог, мы по очереди рассказываем свою версию, что случилось, и она там как-то решает, например, говорит, кто был прав, кто не прав, ну, и я же сказала, что мы все там просто как друзья, и мы просто смотрим, как бы реально понимаем, о чём она говорит, и просто с ней соглашаемся, можно так сказать. Ясно. Наш прямой эфир смотрит Курушина Алена, это психолог Кокина Академии Алгар-Балашиха, я с ней повалила прямой эфир. Да, я помню. она спортивный психолог, вот, и она задаёт вопросом, скажите, работаете ли вы с психологом и важно ли это? Ещё раз, пожалуйста, спроси. Спрашивайте, работаете ли вы с психологом и важно ли это? Я психологом не, выключение психологом не работаю, но как-то, не знаю, психологически я просто, можно сказать, научила себя сама справляться, там, если что-то мне не нравится. Я лично очень-очень люблю слушать университетские лекции по психологии, и мне это в какой-то, ну, если я хочу стать психологом, мне это в какой-то степени помогло, потому что, чем больше я слушаю, тем больше, не знаю, я понимаю о разуме человека и понимаю, почему я так думаю, там, что нужно как-то исправить. Ясно. Логинов Александр спрашивает, почему у Даши мама записана в инстаграме как happyhockeymom? Ну, все это началось с того, что мама хотела, не знаю, вести какой-то такой позитивный блог, там, от хоккейной мамы, которая живет там в другой стране, помочь, не знаю, как-то другим мамам и папам, которые хотят приехать в другую страну. И она, ну, вот, просто, как бы, решила, типа, happyhockeymom, что счастливая хоккейная мама. Круто. Лада Сорокина спрашивает, удобно ли играть с таким флексом? Тебе 95, все-таки большой флекс. Да. Некоторые мне все время говорят, что 95, ты что, как бы, это такой большой флекс для тебя. Я вешу 66 килограмм, и мне очень хорошо с этим флексом играется. Не, ну, мне кажется, это много, особенно, если только ты взяла это. Ну, лично, потому что у меня были клюшки 75 флексы, и я их сломала, поэтому это и мне удобно с ними, и мне удобно с ними играть, и они не ломаются. Я максимум мало клюшки со своим 60 флексом и все. Ну, потому что я с большим флексом играла только один раз, если я не ошибаюсь, у меня был флекс 80 или 75 тоже, бауэр-клюшка Суприм вроде бы, вот. Я с ней очень долго время играла, она мне очень нравилась, вот. Да. Так, кем нет, удобно, так, еще дает Влада Сорокина вопрос, сейчас я его потеряла, выдают ли вам форму в клубе? Что? Выдают ли вам форму в клубе, в котором ты работаешь? Нет, этот клуб не могло назвать любительским, потому что там на отбор приходит по 60 девочек, это один возраст, два года, 60 девочек приходит, 8 вратарей, два места, бывает одно место, вообще нет, 8 вратарей приходит. А форму нам нет, нам не выдают, у нас просто есть определенный цвет формы, и мы должны покупать этот цвет. И, кстати, зарплату нам тоже не платят, если я видела там у кого-то вопрос такой был. Вася Печенюк спрашивает, Вася, ты сама первая возраста подключилась, были ли серьезные конфликты с девочками с командой? Знаете, у нас есть, у нас капитаж команды нет, у нас и ассистентов также тоже нет, у нас есть такие, как лидерши, можно так назвать их, но иногда эти лидерши, они, ну, у них есть такое, что они всегда занимают какую-то сторону, потому что у этих лидершах у них обычно там, вот есть какая-то определенная группа друзей, и они все время вместе, есть другая группа, нет такого, не могу сказать, что мы команда разделяемся на две группы, потому что мы все хорошо дружим, но иногда случаются конфликты, то, что просто нет какого-то согласия, и в основном таких я и еще дочка тренера, в основном мы с ней разговариваем с этими двумя девочками, и мы как бы пытаемся решить какие-то, что можно сказать, я как представитель одной группы, вот эта девушка, дочка тренера, представитель другой, нет такого, что у нас много конфликтов между девушками, что мы всегда пытаемся быть позитивными, у нас в команде очень-очень важно всегда поддерживать друг друга, можно сказать, что это самое важное у нас, мы всегда там, если у кого-то не получается, мы всегда там подходим к девушке, говорим, все нормально, давай соберись, у тебя получится, Маш, не знаю, если ты помнишь, но мы были на вместе на тренере в ротчетере, и там уже у кого-то не получилось, я подошла, я говорю, все нормально, у тебя получится, давай, я помню. Матвей, Матвей, 7777, задай вопрос, был ли у тебя свободное время в Канаде? Ну, на выходных, можно сказать, было свободное время, но как много его не было, потому что я училась в двух школах, я училась онлайн на русском учении, и так, ну, в Канаде на просто училась, и мне было очень сложно очевидовать, я еще пошла в шесть лет в школу, получается, то, что я сейчас девятый, я была в восьмом классе, у меня началась химия, там, физика, очень интересные, можно сказать так, предметы, и, ну, в основном была занята, но на выходных, если у меня не было игр, то я была свободна. Как ты пришла в такие, Даша, Дочинькова, спрашиваешь, да, мне тоже, в принципе, интересно, я думаю, многим это было бы очень интересно. Все началось с того, что я занималась давным-давно, у нас занималась фигурным катанием, и мне кажется, то, что очень много девочек кисток, так, все началось с этого, и я помню то, что, ну, меня просто сказали, то, что не подхожу, я по телу сложения, фигурное катание, потому что кости тяжелые, кости большие, как бы, не подхожу. мне с какой-то степенью было обидно, но когда мы приехали в Канаду, то родители, типа, спросили, ну, что, фигурное катание или хоккей? И, верстам, то, что фигурного катания не было такого, то, что утром занимаются фигурным катанием, я была единственная фигуристка тогда была в школе, и я просто думаю, фигурное катание точно нет, потому что мне, наверное, опять скажут, что ты сюда пришла, у тебя ужасное телосоверение фигурного катания, и поэтому я решила, ну, зачем я буду сидеть, смотреть, как мальчики все катаются каждое утро, пойдут тоже в хоккей, и вот так вот. У меня там тоже веселая история. Давай, рассказывай. Ну, тоже фигурное катание, но меня туда не взяли, потому что я пришла в пять с половиной лет, и, опять же, не взяли, из-за моего тела, ну, посмотрели на моего папу, мы пришли с этой семьей. Мне тоже так было. Смотрели на моего папу и сказали, вы себя видели? Какой она будет? Это поздно, пять с половиной лет все-таки. Мне сказали, что мне уже на пенсию пора, вот, я очень расстроилась, ну, как бы там, истерику завела, ну, то, что ребенком было, вот, потом к нам подошел заместитель директора хоккейной школы снежных барсов и предложил пойти мне в хоккей, и мама была против, папа сказал, ну, пусть хотя бы попробует, посмотрит тренировку, а в итоге я пришла на тренировку своего года и смотрела, просто впившись в эту ограду, на, на трибунах, в общем, вот прямо так взяла и смотрела, и потом после тренировки я подошла к родителям и сказала, я хочу хоккей. Да, мне хоккей, это безумно интересно. Вот, ну, и, ну, и как бы я, мне дали бушную форму, я пришла, и там, ну, и в принципе занимаюсь, папа сказал, что, ну, неделю позанимается, бросила. Итог, не бросила, все, я очень, я очень люблю, конечно. И вот мы сидим, разговариваем про хоккей в прямом эфире в инстаграме шесть лет спустя или сколько, помню, тебе больше. А на каком языке вы общались с семьей, с братом и с русскоговорящим в Канаде? Ну, в Канаде мы всегда общались на русском, потому что на русском было очень мало общения у нас, поскольку русских там немного. лично у меня была только одна русская подруга, с которой я общалась раз в неделю, что времени не было. А в общем, дома мы общались на русском. Расскажи про атмосферу и отношения с девочками в команде вообще там. Ну, ты говорила, что была очень дружеская атмосфера в инстаграме, и все друг друга поддерживали. А вот, допустим, если там бывали глобальные в команде, случалось такое. Еще раз скажи, пожалуйста. Главное, вы уже встречались в команде или не было такого? Я вообще не слышала. Ну, в бане там, наверное, на сторону, на сторону. Просто я не услышала, потому что связь что-то плохая, но в общем, я же сказала, отношения в команде были хорошие, помимо того, что мы иногда разделялись на две группы. Но, несмотря на это, мы когда приходили в раздевалку, то мы всегда были одной командой. Это было уже не в раздевалке, когда, не знаю, мы были на тренирах в отелях, у нас обычно была одна группа, но не другая. Ну, в общем, мы разделялись, на группе не было такого, что мы все вместе там, где-то сидели. но когда мы входили в раздевалку, то мы одна команда. Не было такого, что кто-то против кого-то. Круто. Ну, командный дух. В принципе, мне кажется, что команды русские и, допустим, зарубежные, те же самые гранатские, они вообще отличаются, мне кажется, в плане командного духа и так далее. Да и по проходу, мне кажется, тоже. Там тренировки же разные вроде бы, да, у вас? Тренировки с русскими. Тренировки. Ну, тренировки в России они отличаются тренировками. Знаете, там нету настолько надыхалок тренировки. Там в основном тренировки на тактику. Там тренировки для того, чтобы мы все сыгрались, чтобы мы хорошо взаимодействовали, потому что в основном мы все еще где-то занимались. И мне кажется, у тренера было такое взглядное тренировки в команде, чтобы мы именно сыгрались хорошо, чтобы не было такого, чтобы он нас погоняет, чтобы мы вообще у нас все ноги болели на игры, но зато мы вышли на лед на игру и мы все были сыграны хорошо. Ну, в России у нас там этих тренируют, но на тактику на самом деле у нас допустим в авангарде в моей академии у нас очень много упражнений на тактику, но каждую неделю там по нескольку упражнения бывает. вот. Ребят, я буду зачитать, так как у меня эфир со второго телефона, я буду читать вопросы со своего первого телефона, в общем, вот. Сколько нам с Дашей лет? Нам четыре... Ну, Даша уже четыре, если мне еще нету, у меня будет скоро четыре. скорая. А каким бы видом спорта ты занималась, если бы не хоккей? А задавала вопрос Валентина 1952. Ну, я говорила уже, то, что если бы спортом, если бы не хоккей, если бы спортом, то, наверное, волейбол, я еще гибкая, и я, конечно, давным-давно, но я шесть лет занималась гимнастикой, и как бы, если бы не хоккей, то, может быть, даже и гимнастика. Но, опять же, телосложение. Спасибо, папа. Я помню, когда ты ко мне приезжала в гости в 2018 году, если я не ошибаюсь, ты принесла с собой, как это там, платы называют? Да. Я на ней стояла очень плата. Помню очень. Где тебе самой нравится, Даша Большакова спрашивает, больше вообще. Как в Канаде или в России? Да. Ну, мне кажется, что у каждого города есть свои плюсы и минусы. Но, лично мне, вот, если сравнить тот город, там, где я там жила, то мне на Польше нравится Москва, потому что мне нравится суета большого города. не знаю, если бы я жила в Канаде, ну, типа, у вас там прям маленький город было, допустим, книжки появляются такое, Да. Не знаю, мне больше подошел вот такая вот, допустим, вот, как ты описала в Канаде. я не очень люблю, допустим, такую суету, но, как бы и Москва мне очень нравится. Да. Вот. Не найду, просто, я просто очень далеко это перестала. А у вас было негативное отношение к русским, когда ты, там была, когда только вообще приехала, когда русский, там была мама, там было вообще негативное отношение? Знаете, было такое, то что, было негативное отношение, потому что где-то написали вопрос, но я просто... Ready to get back on ice. Any summer camps planned already? SB Jacked, yes, I do have summer plans. I have a summer camp that actually me and Masha are going to on Sunday actually. I'm very excited. And yes, I am ready to get back on ice. It's very exciting. I miss hockey, I really do. Переведи, пожалуйста. Там был вопрос, как все, готова ли ты выйти на лед, какие-то кемпы, не знаю, сборы поедешь? Я сказала, что да. Маша очень рада. Какие вы красивые. Спасибо, Даша. Ой, спасибо. Вот, опять же, ты в польском городе, ты жила в Канаде и говорила именно на французском. Какие? Французские горящие города, ну, как бы, историю Канады я не буду пересказывать, но на данный момент в основном очень мало французских горящих городов. Есть, конечно, в Британской Колумбии есть места и в основном Кубек. Это провинция, одна из самых больших в Канаде. Вот, в Кубек там, в общем, говорят на французском. Я не знаю, как читается про его никнейм. Я просто не знаю, как читается. Что, там на английском? Нет, он на русском написал. Просто не знаю, как это читается. Во сколько лет в Северной Америке хоккеистки становятся профессионалами? Там вот есть, можно сказать, профессиональные в кавычках, это как бы высокого уровня, но именно вот прямо профессиональные хоккеистки скорее всего становятся, если ты либо играешь в университетскую команду, либо ты играешь, называется, джуниорс. Джуниорс это команда с 15 до 21 года. Это, можно сказать, с чем-то похоже на ЖХЛ, только там не тебе платят, а ты платишь. Это дорого, но это очень-очень высокого уровня команды. Круто. А вот кроме этих команд есть в этом возрасте с 15-21 какие-то команды, где не платишь ты, допустим? Нет. Нет? По крайней мере, вот я под этого не знаю, в основном там после 21-го года либо девушки уже бросают в хоккей, либо они играют в университетскую команду. Вот там Василиса, Маш, да, с кем больше нравится играть, мальчики или девочки? Мне задали вопрос. Обеим. Обеим? Ну, давай, ты сначала я отвечу, потом ты. на самом деле больше мне нравится играть с мальчиками чисто из-за того, что там более быстрые скорости и, знаешь, ну, силовая борьба, да, я просто из-за этого еще люблю, ну, и опять же скорости быстрые. Но и у девочек есть свои изюминки по игре. Допустим, наша команда вот от GDT Blades мы очень хорошо таксически играем. Ну, потому что мы очень играем таксически и уже в женском хоккее интересно смотреть за тактиками играют вообще команды, ну, распасовка и так далее. А в мужском хоккее все очень быстро и вот и азарт даже есть. Вот. Ну, мне за обеих нравится, за мальчиков и девочек. Но больше за мальчиков, потому что там силовая борьба и более быстрые скорости. Да. Ну, вот мне с мальчиками я так не играю. Например, я вот играла с мальчиками только два года. Это была вот любительская лига перед тем, как вот я уже пришла в бой профессиональную. Но мне вот как я сказала, то, что у нас в школе у нас, можно сказать, две группы. Вот есть та, которая команда мальчиков. Это от 16 до 18 лет мальчики. И есть как бы те, которые не играют в команде и они ну, тренируются немного раньше. И меня иногда приглашают тренировки. Тренер Кочуров называем. Он меня иногда приглашает с мальчиками и вот мне очень нравится. Потому что там и большая скорость и уровень мастерства намного лучше. Мне очень-очень нравится играть с игроками, которые выше уровня намного. Потому что я вот некоторые чувствуют как-то не знаю плохо что ли себя в окружении игроков лучше. А я наоборот. Я вижу, что мне есть к чему стремиться. Полностью с тобой согласна. Мне тоже очень нравится играть с игроками, которые выше меня по уровню. Ну, в плане, поняла. Потому что есть за кем стремиться и ты хочешь стать лучше и есть стремление и ты как бы не тянешься. Вот. А Крушина Алена задавала вопрос делаете ли упражнения на сплоченность? Я не знаю, что ты можешь объяснить, пожалуйста. Ну, на сплоченность в плане я не знаю тоже, как объяснить. Как бы чтобы сплачивали командный дух в плане сплоченности упражнений. А, ну, именно команду чтобы как дружили вместе или что? Типа того, как... Ну, это психолог задала вопрос. А, ну, упражнения мы не делаем, потому что в основном мы все девочками играем вместе там лет с десяти. Мы просто уже друг друга настолько знаем, что у нас состав может меняться на две, на три девочки каждый год. В основном вот я пришла, мне было уже сколько мне было? Мне было десять лет. И, ну, в основном вот у нас вот эта компания уже вся тренировалась. Поэтому... Алекс, круто. Алекс Адмирал пишет, Машу молодцы выбрали на игре «Пиши вид спорта». Кстати, он у нас был тренером на наших первых с тобой сборах. О-о-о. Михаил Сергеевичем. Спасибо вам большое. Да. Да. Лизечка Хокки спрашивает, какие отличия в тренировочном процессе в России и в Канаде? Ну, я уже говорила, то что в основном там, вот именно тренировочном процессе, именно в академии у нас у нас, вот так, у нас понедельник, у нас кат... что у нас? У нас катание, вот просто мы катаемся, вторник у нас руки, среда у нас тактика, нет, среда у нас тактика, четверг у нас игровая, а в пятницу там в основном у нас, мы вот просто работаем, вот мы выбираем, можно так сказать, что в пятницу уезжает вот эта вся команда, и у нас немного меньше людей получается, и в основном мы просто там просим, например, над руками еще поработать, или какие-то там русские, и вот так вот мы выбираем. А также Алис Адмирал пишет, Даш, все правильно, это у русских только физика, но еще нужно понимать, куда и зачем, для чего. Можешь еще рассказать? Даш, все правильно, это у русских только физика, но еще нужно понимать, куда и зачем, для чего. Да, я тоже это прекрасно понимаю, и сама я каждый день стараюсь бегать, ну, у меня Маша рассказывает, что у меня как всегда все занято, день просто по часам распланирован, потому что в Канаде школа заканчивается в конце июня, и у меня всегда все просто по часам распланировано, и я каждый день, можно сказать, еле-еле нахожу, может, там, не знаю, три или там два, хотя бы два часа подниматься спортом, там, побегать, кардио поделать, на пресс, на ноги побросать. Так, я смотрю дальше вопросом. Сколько у тебя было тренировок, задают Даша подшипков вопрос? Вот, во время года у меня именно тренировки в день сколько? Ну, вообще, знаешь. Ну, в день у меня было по четыре часа тренировок, то, четыре, да, по четыре. У меня утром полтора часа, у меня потом, вот, после школы у меня с командой полтора часа, и потом еще плюс час ОФП. Ясно. Планируете сборы летом? Александр спрашивает. Конечно! В воскресенье уже! Да. Вот. Так, у меня еще оставались вопросы. Если тренер в команде это родители одной из девочек, то как отражается его отношение на другие фотографии? Знаете, это очень отражается. Например, вот в команде, в которой я играла, каждый отбор это было просто нереально для меня, потому что я играла как центральная, на данный момент я играю как ранее, но центральных там уже было два места занято. Это была дочка тренера, и это была лучшая подруга дочки тренера, поэтому всегда было только одно место, и я просто боролась за него каждый год. Молодец. Вася спрашивает, печенек, были ли в Канаде магазины с русской едой? И была ли до них? С русской едой не было, но был, называется, европейский магазин, там, где были такие, не знаю, солёные огурцы, солёные помидоры, всё, короче, вкусное. Колбаса, сыр, рыба, крючёная. Я люблю рыбу. Алекс Адмирал спрашивает, Даш, скажи, пожалуйста, сейчас я скажу, меня просто показывают на телефоне, Даш, скажи, пожалуйста, русские в Канаде их уважают и любят? Воль родителей что-то раньше? Ну, русские в Канаде не то, что, вот, в начале, как бы, уважение, мне кажется, то, что в любой атмосфере его нужно заслужить. Нет такого, то, что вот ты просто приедешь, себя будут там уважать. Это уважение, вот, например, о девочках в команде. Я заработала постепенно. Я, ну, нужно было показывать, что ты лидер, что ты на самом деле можешь там решить какие-то конфликты, то, что ты не будешь там ни в каком конфликте, ни в какую-то там сторону, не знаю, брать, страшно, не знаю, как-то объяснить. Но уважение в любом случае нужно было заслужить. Я думаю, того оказан коллективе практически. Ну, в общем, с русским там хорошо относится. Канадцы все очень добрые, все очень позитивные, и они нормально к русским относятся. Глушина Алена задает вопрос. Даш, скажи, лучшего результата добиться можно через соперничество или через сотрудничество? Знаете, лучшего результата через сотрудничество и через соперничество. очень вопрос. Мне кажется, то, что всегда нужно смотреть по ситуации. Иногда через сотрудничество, через соперничество. Но лично я такой человек, который больше любит иметь как сотрудничество, чем соперничество. Потому что, например, друзья лучше, другим. Я так скажу. по-моему, согласна. Так, задали вопрос. Я просто, опять же, не знаю, как этот никнейм читается, он очень сложный. В вашей команде много сборниц по своему году, кроме тебя, Даш? Я вам... Вещь в том, что я, например, в прошлом году играла два года старше. Я была единственной девушкой, потому что там один год это два года вместе. И мой год, к сожалению, очень слабый. И из-за этого я играла на два года старше. А вот в этом году у нас только три девочки в команде нового года и вот две сощитницы. Я одна из трёх. Просто уступила. Задали вопрос. 23,90 мэрии. Можно было его так не писать много? Один тоже вопрос о данном сообщении. Как коронавирус проходит в Канаде? Знаете, я помню, вот когда я там ещё была, где-то было в феврале, то я всё время за этим следила, потому что я на самом деле там уже как бы боялась. И тогда он не так уж и быстро развивался, потому что, ну, понимаете, города маленькие, делать нечего. Нет такого, что всегда куда-то они ездят, то, что всегда как-то общаются. И он не так уж и быстро развивался, потому что все в основном сидят дома. Ну да, там города маленькие. В принципе, вот сравните, вот где, допустим, я живу и где же, и в Москве у нас там на один квадратный метр несколько жителей живёт. там в Москве, там, не знаю, там сколько, 60 лет? На одно квадратный метр и сколько жителей в Москве? Так, это же я знаю. Ну примерно. Посутные здания? Да, посутные здания там. Там очень-очень много. Вот. Посутные здания. Всем привет, с вами привет. Расскажи про турниры в Канаде. Как в турнире проходит турнир? Турниры в Канаде проходят безумно интересно. Это у нас их 4 в год и гарантированных 4. И если ещё вот основные вот эти вот игры, если вы проходите, то ещё два турнира дополнительных. Турниры проходят обычно пятницу, субботу, воскресенье. И вот пятницу, субботу две игры обязательно. И вот воскресенье там уже определяется, если, ну, утром полуфинал и потом днём финал, если вы проходите. И в основном мы живём в гостиницах. И вот я ещё знаю, что хотели узнать, если есть какие-то там совместные обеды, если там трёхразовое питание, там такого нет. Там нас отвозят родители на турниры, мы все вместе живём в, ну, в отеле. И, может быть, у нас либо есть в субботу либо ужин, либо обед вместе мы организуем. Ясно. Задали вопрос Васе Печенюк. А со своими подружками по команде общались ли мне льда тренировок? Думаю, да. Ещё раз, пожалуйста, скажи. А со своими подружками по команде ты общалась в льда тренировок и так далее? Я думаю, да. Нет. Со своими подружками с командой я всегда общалась, всегда мы перед тренировками, перед играми, всегда мы общались, всегда там просто что-то разговаривали. Поэтому со всеми у меня было очень хорошее отношение. Генерал 921 спрашивает, есть ли ограничения по количеству матчей за сезон? Ну, в Венгрии 40 за сезон. Интересно, как в Канаде и в России? Как решаются пост-тренера, если играть за мальчиков и девочек? Разрушают ли играть больше? Знаете, там есть такое, то, что если ты девочка, ты играешь за мальчиков, то навряд ли тебе будет так много играть. играть. Потому что девочка и у родителей будет такое то же, типа, как ты играть девочка, когда может играть наш сын. И из-за этого, скорее всего, я не играла в мальчиковой команде, играла с девочками, потому что у девочек там очень хороший уровень. И, как бы, ну, несмотря на то, что я хотела играть с мальчиками, как бы с девочками было бы в любом случае лучше. Я вспомнила наш товарный фиск матч с американской командой. Я не помню, на каком это было турнире, вот в Америке, когда мы приезжали, вроде бы, на нашем самом первом... Мам, не помнишь? Когда мы играли с американским... Ну, там, с мальчической командой товарищеский матч, когда мы там еще с огромным филтом проиграли. Когда вы первый раз приняли в Америку? первый раз. У нас был товарищеский матч с американской командой мальчиков. Это было, типа, тренировка? Ну, это была, как бы, тренировка, но как, ну, для вас было три часа ночи. Да. А у нас, в России, это было три часа ночи. Я очень помню момент, когда мне показалось, что пацан, это девочка из нашей команды, я отдала пас прямо ему, ну, и он убежал и забил нам гол. Ну, в общем, мы сыграли, там уровень у мальчиков, конечно, он очень высокий, они реально очень круто играют. У меня есть с российской командой. Там прям очень сильно они, они намного отличаются. Я прям вообще не ожидала они очень крутые игры. Алиса Адмирал пишет, Маша, я смотрю на вас, Даши, очень сложно берите и сохраните ее на шоколе. Спасибо. Спасибо. Павлик Ленчик пишет, дочке восемь лет, она хоккеист и снежные барсы. О, я раньше там играла семь лет, это моя родина. Спрашивает, много ли у Даши кубков личных команд? Кубков немного, медалей много. Кстати, по поводу турниров в Канаде, в Америке очень-очень красивые медали. Маша, ты знаешь, они очень красивые, все они очень уникальные. И вот кубков у меня сколько, у меня три кубка, а вот медалей у меня больше где-то двадцать. Круто. у меня медалей кубков очень мало, потому что я в турнирах начала участвовать два года назад активно. прям. Вот. Да и в принципе, вот прям участвовать в турнирах началось у меня с Джейджи Блэйс, как раз таки. Вот с Джейджи я больше всего турниров играла в своей карьере. Семинар 19-го года больше всего вот играем. Вот как раз таки этот миссис Хо Кейнвайл первый прям престижный турнир был. в Канаде нет. Мне задают вопрос, когда я приеду в Зеленоград. Я не знаю. У меня вообще туда не по пути. Как команда питается на турнирах? Вы сами питаетесь, да, вот таки? Да, мы сами питаемся в отелях. Маш, ты знаешь, там утром есть завтрак бесплатный. На обед обычно, ну, вот именно полностью команды, команды, у нас, смотря по расписанию, я говорила уже в субботу, либо обед, либо ужин, смотря по расписанию игры. А так бывают девочки все вместе, не знаю, там, в какой-то торговый центр едут, бывают по отдельности все кушают. Ну, вот смотря, как удобнее. Нет такого, что мы всегда всей командой питаемся. Задали вопрос Just, Марина, Марина, где выше уровень тренировок в Канаде или в России? Знаете, очень сложно судить, потому что как-то уровень тренировок, уровень игроков, я не столько тренировалась в России, то, что на самом деле увидеть уровень игроков. Но уровень тренировок, мне кажется, в России очень много на дыхалку, много упражнений на дыхалку. И вот я лично над этим работаю, усердно над дыхалкой. А в общем, ну, просто вот стили тренировок отличаются. А уровень, мне кажется, одинаковый. Но в общем, сложно судить, когда разные тренировки вообще. Да и ты, в принципе, в России, я знаю, мало очень тренировалась, тебе сложно судить по этому. Да. Пишет Милана Тал, у меня такая же штука, только жизнь русско-хокейстки в Израиле. Удалили лезть в хоккей. Офигеть. А Полоскова Маша спрашивает, скажи, плюсы жить в Канаде? В Канаде, скорее всего, плюсы это, ну, не знаю, как-то там очень много жизненности. Там ты, там парк, ты просто идёшь, и везде бегают белочки, везде бегают кроли, кролики везде, вот просто такие пушистые кролики, везде там утки, голубей вообще нету там почему-то. Блин, даже не знаю, как правильно сказать, много гусей там, там всегда они, всегда просто ходят в стае целыми, много жирности в общем, и вот я очень люблю там, когда тепло, ходить в парке, просто гулять, смотреть на все жирности. Я помню, вот когда мы были на турнире, втором турнире нашем, когда мы ходили питаться в наш ресторан, где нам давали пасху, я просто не помню, как называется, итальянский, там, я помню, однажды мы приехали, и я там, и мы там с девочкой идём, и там прям толпа гусей идёт, я такая, гуси, меня было такое в команде, кличка, не помню, почему меня так назвали, гузи, именно с буквой гузе, я такая, мои собратья, и в общем, у нас же не было телефонов, в общем, там прям толпа гусей ходила. Вася причинён задает вопрос в НХЛ и КХЛ за какие команды болеешь? НХЛ В НХЛ и КХЛ за какие команды болеешь? Вася причин спросила? Ну, вот НХЛ вы говорили с Антулоса Вашингтон, а КХЛ я, к сожалению, не знаю, КХЛ я не так уж осмотрю. Бывает. Пима, 19, задает вопрос, нравится жить в Канаде? Мне кажется, то, что в Канаде мне даже не нравился не то, что стиль жизни, а в общем люди, которые меня там окружали. У меня было там много друзей, и когда я уехала, вот я поняла, что мне не то, что там даже стиль жизни нравился, а вот просто люди, которые меня там окружали, делали жизнь мою такой радостной. Например, когда, не знаю, вот мой мальчик брат, он играет в команде, когда я к нему приходила на игры, то там еще одна девочка, тоже сестричка-мальчика в этой команде, и мы все время вместе были. Там в школе у меня была подруга, потом в команде я приходила, у меня тоже много было подруг. Вот так вот. у меня есть вопрос, вы команды, допустим, дружили с соперницами, например? Да, мы очень дружили, ну вот, было только как бы две команды, это вот у нас один, ну, можно сказать, не знаю, что ли, область, можно ее назвать, и там три команды, наша, и еще другие две, вот с другими две мы так себе дружили, а в общем, с другими командами мы все очень-очень хорошо дружили, потому что есть такие, называются сборные Онтарио, они каждого года есть, я играла, я играла три года, по-моему, за сборную Онтарио, за сборную Онтарио, и там собирают лучших девочек вот этого года из всего Онтарио, всех команд. И почему мы всегда так хорошо дружим, потому что мы с этими девочками весной, вот за сборную Онтарио, мы всегда вместе с ними играем. Как бы я играла вниз, ну, маленькое количество девочек, но девочки, потому что я играю на год старшего с девочками, вот они очень много знают других, потому что они тоже играли. Да. И отличается как-то климат в Канаде от России? Я помню, ты отвечала как-то на этот вопрос, что как бы 50 на 50, а вообще прям... Ну, да, он с одной стороны похож, с другой стороны там как-то там сухо, там нету настолько много дождя, там вот осенью, может, там несколько раз сильный ливень пройдёт, а в основном там просто все ходят в костах и такое, ну, нету яркого солнца. и вот вся осень, там нет такого, как дождя сильного. А есть зима вообще? Снег выпадает? Зима, да. Зима, есть такой прикол, то что каждый год именно на рождественское утро выпадает первый снег. Именно на рождественское утро ты просыпаешься, ты смотришь в окно и там снег выпадает. Мои вопросы закончились и, друзья, сейчас мы отвечать будем на вопросы, которые мы задавали под компликацией. Теперь это игра. Я задаю 10 вопросов Маше и мы сейчас это будем делать, да? Нет, мы сейчас на вопросы из комментариев ответим. А, извиняюсь. Девочка-американка Али Хоки спрашивает первый вопрос how many hours a day does Daria train per day? Well, during the year I train around four hours a day, but overall right now I train about two hours a day because of my very tight schedule and school it's quite hard to keep up four hours of training. переводи ты здесь, да? Да, перевести? Переведи вовремя, чтобы все если кто не понял. тренируйся, ну, в общем, во время начальника года я по четыре часа в день тренируюсь, а так сейчас я где-то два часа в день тренируюсь, потому что у меня очень расписание, очень много всего нужно сделать. у тебя очень забитый режим просто все расписание. И второй вопрос она задавала. What's motivated her or how does she stay motivated? Well, I feel like something that really motivates me is definitely education. I, like I said, I really want to become a doctor and hockey is a beyond amazing opportunity for me to go to university, to a good university and get the job that I really want for free. Я сказала, то, что меня как мотивирует, это учёба. Даже не только учёба, в общем, столько много можно достичь с помощью хоккея, олимпиады даже. это просто, мне кажется, места каждой хоккеистки. И, ну, то, что я сказала, это учёба. Я очень хочу стать доктором, и хоккей это безумный хороший шанс бесплатно выучиться в хорошем университете. Бесплатно? Ну, да. Это scholarship. Круто. Я просто ищу вопросы, которые задавали, которые не повторяются, какие нам задавали в прямом эфире, которые не знали. В общем. Крис, сирена, задавайте вопрос, для Даши было самым сложным при переходе. При переходе? Ну, одно из этих, это, скорее всего, время, потому что там, как бы, разное время, и другое, это вот язык, то, что мне очень сложно было именно освоиться с другими. И что, то, что люди в России, в Канаде очень отличаются. У них разные понятия, разные взгляды на жизнь. И мне до сих пор очень сложно, когда приезжаю в Россию, вот как, можно сказать, освоиться, и так же, когда в Канаду обратно уже, очень сложно освоиться к отношению людей, просто взгляд людей на жизнь. Ну, наверное, разное там было. Кстати, Ксения Кунеева, спасибо большое. Потому что ты на английском хорошо говорила. Понятное дело, что я в Канаде была. Василиса, я дикую Молодца. Что? Да просто там написали. Молодца. Спасибо большое. Василиса Ядыкина спрашивает, что больше всего запомнилось в Канаде за 6 лет? Люди. И, скорее всего, хоккей-турниры. Потому что каждый турнир это просто очень хорошее воспоминание. Я помню каждый турнир, который у меня был. это я уже 4 года играю. И у меня каждый раз по 4, по больше, чем 4 турнира каждый год. И вот люди, и турниры, хоккей, и вот школа. У меня как бы в жизни такого ничего не происходило другого. В основном. Ой. Тут вообще вопросы очень похожи на те, которые мы задавали. ну, допустим, вот про трениров задают вопросы, методы канадских трениров. Ну да, я методы. Эля, Артемовна, задает вопрос, хотела бы дальше жить всегда в Канаде или в России лучше? Знаете, как бы, я уже говорила, то, что Канада и Россия, как Россия, у них есть свои плюсы и минусы, и сложно просто сказать, что нам я хочу жить в России, я хочу жить в Канаде. Мне в России очень нравится жить, и в Канаде очень нравится жить, но моя мечта лично это жить в Нью-Йорке. Сейчас коронавирусом не самое лучшее место Нью-Йорка, но в общем, я, это была всегда моя мечта, жить либо в Нью-Йорке, либо в Санкт-Петербурге. Круто. Окси-мокси, Окси-мокси, так вам никто не прикольно? 12, зато такой сложно было адаптироваться к новой команде и тренирую. Дещь в том, то что как бы в начале два года я играла в любительской лиге, что мы вот первый год, как я играла, мы не знали, что есть команда для девочек, что для мальчиков только. Так вот, два года я играла в любительской лиге, мне было нормально, мне вот, ну, как бы, мне было 8-9 лет, выхожу и играю, хоккей, есть хоккей, как бы, разницы такой большой не было. А вот когда я начала играть там вот уже более профессиональный, то я помню, и вот когда я была маленькая, у нас вот уже компания вот эта большая команда не формировалась, и было немного сложно, потому что, ну, как-то то одна девочка там накричала на другую, нам было по 10 лет, там, а вот через год уже у нас вот эта компания формировалась, и было все классно. круто. Задали вопрос, как попала эта вот шероспорт, но ты уже отвечала на этот вопрос, вот. Где 94, если я нас за этот вопрос, да, значит, поучилась, потом обратно вернулась, и как вообще такой опыт интересный, я учусь в двух школах, я учусь и в канадской школе я училась, вот, заканчивая сейчас младшую школу, и еще я на онлайн-обучении училась в русской школе, поэтому я одновременно получаю два призывания, поэтому в любой момент я могу вернуться в Россию или в Канаду. Так, там есть вопросы, нам задают вопросы в моем опере, я просто не вижу, я в публикации. Нет. Нет, из-за всем привет, кто присоединяется совсем недавно, вот. Самое яркое событие в Канаде? Задает вопрос девочка-красовочка. Спасибо большое. Какое было самое яркое событие в Канаде? Еще раз спроси, пожалуйста. Какое было самое яркое событие в Канаде? Ох, их было очень-очень много, в Канаде. скорее всего, вот два, которые мне запомнились больше-больше всего, это когда мы с родителями, мой старший брат выпускался из восьмого класса, и они нас решили в Чикаго свозить. Это было просто безумно, у меня столько много воспоминаний, это, может сказать, была одна из моих там, просто мечта для меня, ведь Чикаго, это безумно красивый город, если как-то поедет кто-то в Америку, очень рекомендую туда съездить. И второе, скорее всего, моё первое день рождение в Канаде, потому что вот я его в точности просто помню, как это было вот в 2015 году, в точности помню этот день, очень красочный был. А что, как там за день рождения? Ну, во-первых, я помню то, что я проснулась, и все подарки, которые мы подарили, я помню то, что мне даже подарили подарок, который вот мне как близкие из России прислали туда, я помню, как мне подарили много шариков, что мне 9 лет исполнилось тогда, вот так вот. Круто. А как праздновали вообще день рождения тогда? Ну, не знаю, как-то моё день рождения не было, ну, вот когда я была маленькая, то более-менее ещё как-то праздновали, а вот со временем как-то нет такого, что прямо как-то очень празднично празднуем. Ну, просто с семьё провожу время. Мам, я же уже три года празднула на сбору и день рождения, да? В семнадцатом году, по-моему, с Дашей. Я, кстати, семнадцатый год первый раз отмечала день рождения на сборах, и я уже три года порад и на сбор день рождения отмечаю. Нет, с Дашей всё-таки я бы отмечала в восемнадцатом уже на сборах. В восемнадцатом году мы были на сборах. А, да, нет, стоп, в семнадцатом году мы отмечали просто день рождения, а вот с восемнадцатого года я уже разбор, отмечаю точно. Три года. Я в этом году не могу, скорее всего, либо в команде буду всё равно прознать. Задает вопрос Света Виэлл. Тебе никогда не приходило в голову всё это бросить? Ну, мысль была, но желания не было, я так скажу. Потому что, конечно, хоккей — это очень сложно, спорты физические, морально. И ещё есть много людей, у которых мнение такое, что девочки не должны играть в какие-то, что это мужской спорт. Но я просто о себе всё время говорю, что сколько людей, сколько мнений, к сожалению. Ну, не к сожалению. Как бы это нормальная вещь, что кто-то будет с тобой не согласен, что нет такого, что каждый человек будет на какую-то тему согласен. Поэтому я как-то просто к этому пишусь так, то, что это мне надо, мне это нравится. Я просто буду стремиться добиться того, чего я хочу добиться. Вич Ней спрашивает, занимаешься ещё чем-то помимо хоккея? Не занимаюсь, но увлекаюсь. Ну, как бы, например, вот я уже говорила, что мне ещё нравится гимнастика влево, как в волейболе я так и не играю, потому что нет такого шанса. Но гимнастика, то не знаю, просто что-то потянусь там, я очень гибко. И ещё очень увлекаюсь психологией, люблю лекции по психологии университетские слушать. И книги читаю много. Я тоже очень много читаю. Каждый вечер по часу полтора читаю книги, я очень по-моему, что он может сзади. А вот тебе какие книги нравятся? Я читаю вообще, знаешь, такие фантастические книги, ну, я не читаю серию книг «Тёмные начала», я читаю уже третью книгу из этой серии, там их всего четыре, я за корейцем прочитала эти книги, но они большие, знаешь. Там по четыре страниц, а вот третья книга, иногда где-то тренинг, я не помню просто. Я сейчас читаю «Янтерный муж». Нет, «Янтерный муж», что было предыдущие, в общем, у меня по прямому эфиру сейчас не почему-то показывают. Так вот, а я, лично я, очень-очень люблю классику читать. Именно английскую классику, например, на данный момент я читаю вот самые, наверное, лучшие книги, которые я кто-либо читала, это «Грозовой перевал», «Эмри Бенте». Вот люблю из вот этих серий, можно сказать, феминистских авторов, очень интересные у них книги, очень рекомендую прочитать. какова тебе любимая книга, Маша? Ну, мне все нравятся, которые я читаю, мне практически все нравились, но я, в принципе, не читаю то, что мне не нравится, если мне не нравится, я просто ее дочитаю, потому что мне это не интересно. Ну, мне понравилась серия книг про девочку, Нина, девочка с какой-то там планеты, я не помню, у вас уже название полностью, там прочитала все серии книги, если не ошибаюсь, и вот, вот, которые я сейчас читаю. Да. А можно переходить к игре в лиц-вопросы? Давай. Давай, давай я буду первая задавать. Тебе. Ну, вот эти наши вопросы, которые на... Или что? В смысле? Ну, ты же готова здесь к вопросу, как это называется? В лиц-опрос. А, сейчас, я бы сейчас расскажу. Ребят, кто не знает, лиц-вопросы, это короткие вопросы, и ответ в одно слово. Давай по очереди, ты первая, я вторая. Давай. Приготовься, потому что, это нужно быстро отвечать. В каком городе я родилась? Я тут... Да? Кабуки или коньки? Коньки. Лето или зима? Лето. Игра против мальчиков или против команды девочек? Мальчики. Читать книги или писать книги? Читать. Если не хоккей, то что? Танцы. Что бы ты посоветовала сама себе? Работать. Что бы ты сделала, чтобы порадовать семью? Открытки. Нет, видная книга. Чудесная книга. Чудесная... 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 Темный начало. Мороженое или айскрим? Айскрим. Молодец. Господи, это самое очень сложное. Да. Давай. Вопросы интересные. Я готова. Ой, теперь начинаю задавать вопросы я. Всем привет, как выясняется, мы играем в Блиц-вопросы. Это по 10 вопросов, и нам надо прям быстро отвечать. Мои щеки быстрее. Так, ты готова? Угу. Первый вопрос. Салат или мясо? Салат. Смех или слезы? Слезы. Смех со слезами. Туфли или кроссовки? Что? Туфли или кроссовки? Туфли. Рисование или пение? Рисование. А книга или музыка? Книги. Кросс или подтягивание? Кросс. Лёд или ОФП? Лёд. Английский или русский? Англо-русский. Самолёт. Что? Самолёт или поезд? Самолёт. Канада или Россия? Зачем такие вопросы? Россия. Родина. Родина. Мои щеки болят уже от того, что я так улыбаюсь, извините, но... мы начинаем выбирать самого активного участника нашего эфира. Я смотрела, очень многие люди, конечно, задали нам очень много вопросов, но думаю, что больше всего вопросов и самым активным участником прямого эфира была Даша Бащакова. Я думаю, ты, в принципе, согласишься, она задала больше всего вопросов и в активности всех участвовала. Да. Поздравляем! Поздравляем! И там, Даша Бащакова, ты выиграла наш приз, а этот приз является... Пусть Даша. Да, Даша говорит и ты... Крис! Мне никто не сказал, чем приз является... Кепка! Кепка, да. Кепка. И Даша выиграла нашу... не нашу кепку, кепку Russia is my life. Поздравляем! Ты была самым активным участником в нашем новом эфире. Вот. По желанию. Никто! Все, спасибо, что вас смотрели наш эфир. эфир. Даша, спасибо тебе большое, что спросили. Конечно, спасибо тебе, Маш. Да, не за что. Ребят, спасибо всем большое, кто участвовал в нашем прямом эфире, кто задавал вопросы, кто были активными. Вот. Всем большое спасибо за обратную связь. Спасибо за то, что вас смотрели наши два прямых суперэфира. Вот. Даша, жду скорой встречи, а она будет очень скорой. Я тоже. Я так хотя-то скучилась. Я тоже. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели. Вот. И всем пока. Даша, спасибо большое. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.